Девушки отдыхают Трейлеров и другой информации Постараемся в этом разобраться Всем привет, меня зовут Яна Вы попали на канал Леди Вескер Не забывайте ставить лайки И подписываться, а также оставлять комментарии О выходе новой игры Объявили в 2020 году Причем до своего финального вида Калисто протокол планировали делать Во вселенной Пабга Но позже, когда она стала обрастать деталями Решили от идеи отказаться В итоге проект перерос в отдельный IP, который мы сейчас и наблюдаем События в Калисто протокол Разворачиваются в далеком будущем На спутнике Юпитера Где расположилась тюремная колония Под названием Черное Железо Главный герой пилот корабля Он терпит крушение и попадает В данное заведение То есть в тюрячку Джейкоб выясняет, что здесь произошло Нечто страшное Всю тюрьму заполнили мутировавшие люди Которые носят название Некро... Кхм... Биофаги Они явно не рады видеть живого человека В своем логове И стараются убить пилота Помимо Джейкоба В тюрьме он находит Дани Накамуру Которая становится его напарницей Биофаги — это монстры, созданные из человека Художники деформировали модели людей Тем самым получая самых разнообразных монстров И добавляли тех в игру На вид они выглядят пугающе и смертоносно На них сосредоточена чуть ли не вся Каллиста протокол Биофаги будут преследовать героя на каждом шагу Выпрыгивать из темных уголков Или внезапно появляться где-то рядом Прям как в Dead Space Только вот в отличие от Айзека Наш персонаж дает монстрам отпор Как-то проворнее Посмотрев разнообразный геймплей Я поняла, что Джейкоб Хоть и обычный пилот, но в морду даже страшному монстру дать может И хотя игра кажется очень похожей по геймплею на Dead Space Например, раздавливание монстров в стиле Айзека ботинком Похожие элементы не делают Каллиста протокол копиркой про родителя Ну а учитывая то, что ремейк Dead Space анонсировали Было бы глупо выпускать две почти одинаковые игры Думаю, Гленн Скофилд знает, что делает Да, местами Каллиста и правда похожа на Мертвый Космос Но только местами Джейкоб в своем арсенале имеет несколько видов оружия Которые помогают ему сражаться с монстрами А также специальный прибор, манипулирующий гравитацией Он отбрасывает врагов к стенам Поднимает воздух или притягивает к себе предметы Монстры по сути своей не очень пугающие Но зато мерзкие Я, когда проходила Dead Space и впервые увидела Некроморфа Была, конечно, очень поражена и испугалась Кстати, после таких нескольких испугов Игру я забросила Здесь же у меня нет такого страха перед монстрами Только небольшое отвращение к их внешнему виду Игра не сильно и пугает, в отличие от Мертвого Космоса В Калиста Протовкол Биофагов несколько видов У них свои сильные и слабые стороны Так что придется к каждому подбирать свой подход Разработчики обещают, что враги будут адаптироваться к действиям игрока И могут нападать не сразу, а через какое-то время Или затаиться и напугать, а уже потом напасть Также после отстрела конечностей Те могут вырасти снова А сам монстр стать сильнее Так что рекомендуется врагов уничтожать сразу Но помимо биофагов Игрока встретят роботы, настроенные враждебно Они намного опаснее каких-то там биофагов Так как имеют броню и вооружение Так что с ними лучше не шутить Или вообще обходить стороной Разработчики продумали много вариантов убийств Как монстров, так и самого героя Прям как в Ларри Крофт А Сизен Пасс, помимо всего прочего Включает в себя еще и несколько новых вариантов Тех самых убийств Это выглядит странно А зачем мне покупать варианты собственного убийства? Я не Изращенко же? Хотя есть же и такие товарищи Видно, что создатели Калиста гордятся тем Что придумали так много вариантов смерти героя Что даже вырезанные вставили в Сизен Пасс в качестве бонуса А хотели бы вы посмотреть на все опции того, как умрет Джейкоб? Пишите в комментариях Калиста Протокол обещает быть одной из лучших космических хоррор игр Так как к проекту подключились такие звезды, как Карен Фукухара из сериала Пацаны А главного героя сыграет Джош Дюамель, известный по роли капитана Уильяма Ленокса из Трансформеров Помимо этого, в игре приняла участие Гвендолин Кристи Подарив внешность и голос наемнице Перси Она озвучила подкаст, который вышел как предыстория Разработчики говорят, что Калиста Протокол ориентирована на выживание, а не на экшен А это значит, что игроку придется прятаться, скрытно перемещаться и стараться не попадаться на глаза врагам То есть стелс Калиста всему голова Ну, это я предупреждаю тех, кто стелс не любит, как я Большинство создателей Калиста Протокол работали на Dead Space Поэтому проект действительно будет похож на своего прародителя Но я думаю, что с развитием технологии в игровой индустрии Все-таки Калиста окажется совершенно другой игрой Более современной и интересной Но которая не переплюнет по пугающей атмосфере мертвый космос Это видно по многочисленным трейлерам и геймплею Игра получилась хорошей, интересной О сюжете пока говорить рано Но если разработчики не подведут и на релизе выйдет не сырой кусок мяса То у Калиста Протокол есть все шансы стать одним из лучших космических хорроров Как говорится, поживем-увидим А что вы думаете по поводу игры? Ждете ее? Собирайтесь играть? Пишите свои комментарии под видео А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Играйте только в хорошие игры Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok